МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десять лет назад у Елены было все, о чем может мечтать женщина. Дом, любимый муж, две прекрасные дочери. Однако в один день все изменилось. Я вдова уже 11-й год. Муж у меня разбился на машине. До этого 20 лет он ездил на машине, ни одной аварии не было. Ну, вот так получилось, что мы остались одни. Ну, ничего, вот когда прошел этот период, родились внуки, я себя почувствовала опять, вернувшись к жизни. И тогда я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что вот, да, они соответствуют. А до этого я как-то и в зеркало-то не смотрелась особо. Несколько лет после смерти супруга Елена была в тяжелейшей депрессии. И лишь с рождением первого внука жизнь заиграла новыми красками. Сегодня я живу своими детьми и внуками. Вы даже не представляете, как это интересно. Ты переживаешь другую жизнь, ты общаешься с тем человеком, который перед тобой растет. Это высшее наслаждение. Мне кажется, это только знают бабушки и дедушки. Родители-то, мне кажется, не знают, потому что им просто некогда. Действительно, старшая дочь и ее муж трудятся с утра до ночи, чтобы заработать деньги на отдельное жилье. Сегодня они все вместе живут в одной квартире. А Елена тем временем полностью занимается воспитанием внука. Мы ходим на танцы. Вот уже второй год. Сейчас мы ходим в бассейн и на шахматы. С одной стороны, внук заполнил собой все жизненное пространство Елены. Но в то же время именно с ним она резко осознала свой возраст. Я сейчас чувствую себя бабушкой, когда смотрю на себя в зеркало. Не могу за ребенком пробежать, не могу с ним поиграть. Елена мечтает быть для своего внука лучшей подругой. Молодой, красивой и активной. Лена, я поздравляю вас с тем, что вы в нашем проекте. Спасибо. Кстати, я предлагаю перейти с «вы» на «ты». С удовольствием. Мне кажется, что обращение на «вы» прибавляет возраст. А мы в нашем проекте с возрастом как раз боремся. Да, и это правильно. Лена, как ты знаешь, наша программа начинается с эксперимента. Готова к нему? Ну, приходится. Готова. Ну что, тогда на суд публики. Вперед! Как вам кажется, сколько лет вон той женщине? На мой взгляд, ей около 60 лет. Может быть, 57. Лет 55. 65. 55. Почему так решили? Ее возраст выдает цвет лица, синяки под глазами, мешки. Морщины, лишний вес. Прическа. Как будто бы это было сделано в 80-м и до сих пор поддерживается. Выглядит пенсионеркой. Лена, ну расскажи, каково это было там стоять и знать, что тебя оценивают совершенно незнакомые люди, оценивают твою внешность? Сначала было очень страшно. Потом любопытство взяло вверх, и было интересно, что же люди о тебе думают, потому что от друзей правды не услышишь. Ну что, тогда тебе будет очень интересно услышать опрос. Приступим? Приступим. Давай. Алик 65. 57, наверное. Ближе к 60, на мой взгляд. 55-57 лет. Фигура кажется довольно запущенной. Явно лишний вес на лицо, человек за собой не следит, не занимается спортом и неправильно питается. Тучная, обвисшая кожа, обвисшая грудь. Если бы вот этого всего ничего не было, ну женщине бы, наверное, где-то лет 15 бы сбросило. Я считаю, что ей в первую очередь нужно привести в порядок кожу, цвет лица, морщинки, мешки под глазами, носогубные складки вот здесь вот. Запустила она себя. Не следи за своей фигурой абсолютно. Согласна. Запустила. До слез. Ну так, чуть-чуть. Обидно. Есть еще вторая часть опроса. Еще? Не будем смотреть? Будем. Ладно, давай посмотрим. Живот явно тут лишний, можно было бы над ним поработать. Я думаю, спортом здесь никак не пахнет. Большая грудь слишком большой живот, никакой талии. Выглядит как спасательный круг. Фигура, конечно, у нее не актив. Говорят, что полнота бывает красивой, но это не тот случай. Выглядит она, конечно, как действительно бабулечка. Нечего добавить даже. У меня грудь была с детства, а живот, да, живот после рода. И с детства была какой? Большой-большой? Большой-большой. Ну, как-то мне кажется, что это не недостаток у женщины. Ну, все так считают, кроме меня. Ты готова к хирургическому вмешательству? Да. Да, я всю жизнь об этом мечтала. Ты пристала маленькой груди? Когда она большая, она же мешает. Чему мешает? Болит спина. Если вдруг Сергей Николаевич мне поможет приобрести новые формы, я мечтаю прокатиться с внуком на велосипеде. То есть лишний вес мешает? Не вес, скорее не вес, скорее формы. Ну, у нас вообще Сергей Николаевич фигуру не исправляет. Может быть, что-то случится. Ну, верю в чудеса. И ты его вдохновишь на какие-то подвиги. Ну, может быть, вдруг он меня увидит и скажет. Этой женщине надо помочь. Мне не терпится уже познакомиться с экспертами, чтобы узнать, что они будут с тобой делать. Будем надеяться. Давай, пойдем. Опрос общественного мнения показал, что Елена выглядит на 63 года. Сколько ей на самом деле? Прямо сейчас. Не знаю, кто у нас сейчас будет, но я вам скажу, что я очень похудела. Вы видите, что я похудела? Ого! Кать, сколько килограмм? 26. За выходные? Это было два этапа, на самом деле. Да, за выходные, Сергей Николаевич. Я весила 86, а сегодня я утром взвесилась, и было 60 и 0. Кать, ну, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Молодец. Друзья, внимание, решена, работаем. Давайте к местам. Знакомься, Николаева, 2-3. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Представляю вам Елену Николаеву. Это наша новая героиня. Лена, ну, команда наших экспертов уже не нуждается в представлении, однако, всё-таки позволь познакомить тебя с теми людьми, которые станут родными тебе на ближайшие два месяца. Сергей Николаевич Блохин, пластический хирург. Катя Гершунин, эксперт по стилю. Евгений Жук, бьюти-стилист. Очень приятно. И Олег Конников, стоматолог. Очень приятно. Друзья, и традиционный конкурс. Попробуем отгадать, сколько лет Елене. Сергей Николаевич. Ну, я думаю, что больше 55-56 лет даже. Угу. Катя? Ну да, мне кажется, около 60, наверное. Я вижу наличие седины, поэтому округлю до 60. 61. Сколько тебе лет? Мне 54 года. Ох, Лена, ну в этом возрасте можно и нужно выглядеть моложе. К примеру, голливудские звезды того же возраста, что и вы, выглядят по-другому. К примеру, Мэг Грайн, она того же года рождения. А Анастасия Кински. Ну, знаете, вот я думаю, что не совсем корректно проводить вот эти параллели. Те люди, о которых вы говорите, вся жизнь их направлена на самосовершенствование, на сохранение молодости и красоты. Это их профессия. Здесь мы имеем девушку, женщину, которая никогда в своей жизни не думала о своей красоте. Ну, Сергей Николаевич, ведь при этом уже она остается женщиной, точно так же, как и актрисы. А вот теперь, когда она к нам попадет в руки, вот тогда мы уже и сделаем ее. Сергей Николаевич, ну а что мешает обычной женщине заниматься самосовершенствами? Нехватка средств и времени. Ну, вы упомянули, что пластическая хирургия может приблизить женщину к голливудским стандартам. Вот в случае с Еленой. Я здесь решу вопрос. Опустите немножко головку. Еще. Ну, это уже никуда не годится. Это мы поднимем. Поднимем лицо. Уберем верхние веки. Мои косметологи омолодят кожу. И я думаю, что ее лицо будет соответствовать всем голливудским стандартам. Сергей Николаевич. У меня к вам просьба. Я вот всю жизнь мучаюсь. Чем же вы мучились? С подросткового возраста я мучаюсь, что у меня большая грудь. Ну и? Вы не могли бы мне помочь? Ну? И живот после родов. Болит спина. Тяжело ходить. Я это все знаю. Тяжело одежду подобрать. Я это все знаю. Ну, сделайте, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, нет. Ну, не надо меня уговаривать. Действительно, я вижу все это. И чтобы одеть вас на финал, конечно, придется все это сделать. Я вам уменьшу грудь. Я вам сделаю талию. Только надо решить, где ее делать. Ну, решим. Ну, найдем. 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 Ну, давайте сделаем. Тогда получается что? Тогда получается три операции. За один раз. Я на все согласна. Хорошо. Мечты сбываются. Я же говорила, что мы сможем ломать Сергея Николаевича. Ох, на самом деле, Сергей Николаевич, мы так надеялись на то, что вы его согласитесь. Я даже боялась это произнести. Олег. Улыбнитесь, пожалуйста. У вас нет зубов? Ну, тогда вы не удивляетесь, почему у вас такой, такая талия. Но отсутствие зубов на лишний вес. Да, да, это прямая связь. Пол с рта – это первый этап пищеварительной цепочки. К сожалению, в нашем возрасте раньше у нас не было культуры лечения зубов. В основном мы их рвали. Ну, сейчас мы будем все это, конечно, исправлять. Мне придется сделать какие-то несъемные, по-моему, протезы, чтобы вы нормально пользовались этим и берегли себя в некоторой форме. Олег, просто сегодня какие-то чудеса. Да? Спасибо. У нас сегодня фантастическая передача. Действительно, Лен, все, что не пожелается, все произойдет, все сбывается. Катя, я думаю, ты поймешь, в каком ключе тебе работать после того, как Сергей Николаевич сделал свои масштабные операции. На самом деле, когда вы вошли вместе вот в эту студию, первое, что пришло ко мне в голову, я думаю, господи, господи, во что же я буду ее одевать? Потому что, ну, для меня это проблема найти какое-то платье, которое бы, с одной стороны, подчеркнуло молодость, с другой стороны, скрыло все вот нюансы. И так что теперь я счастлива и за тебя, и за себя. Ура! Мне будет очень хорошо с тобой работать. До встречи. До встречи. Женя, ну, слово тебе. Лен, ну, я обратил на вас внимание, что у вас темные концы и очень белые порни. Практически, хотя какой практически, стопроцентная седина. Потом у вас была химия, наверняка, но судя по концам, это очень видно. Ну, конечно. Она сошла, состриглась и просто уже не пойми, что получается. В первую очередь нужно придать здоровый вид волосам, ну и, конечно же, закрасить седину. Учитывая работу Сергея Николаевича, Олега, Екатерины, вы будете выглядеть просто как московская дама. Вы обещаете? Люк сегмента. Я верю. Вижу в вашем взгляде это. Так что до встречи. Спасибо вам большое. Спасибо. Меня эмоции просто переполняют. Я не ожидала, что за меня возьмутся такие профессионалы. И надеюсь, что... Я не то, что надеюсь. Я знаю, что всё будет хорошо. Преображение начинается. Первый этап – пластическая операция. Несмотря на масштаб предстоящих работ, Елена почти не переживает. Она сохраняет присущий ей оптимизм и бодрость духа. После консультации с анестезиологом по плану – разметка. Операция довольно крутая такая. Что первое вы сделаете, когда у вас будет маленькая красивая грудь? Я куплю себе косточку на пуговичках, потому что я их никогда не покупаю. Потому что они все расходятся, любого размера. Ага. А потом я куплю себе спортивный костюм и велосипед. Велосипед. Да. И буду я кататься на велосипеде. Вот как-то всё, знаете, Елена, вы как-то туманно, туманно всё рассказываете, понимаете? Дело в том, что я довольно опытный человек в области женской психологии. Да. И зачем ко мне приходят женщины? Обычно всё это сводится к одному – вниманию мужчин. Да, Сергей Николаевич, вы хоть и знаток женской психологии, но у меня, честно говоря, нет такой цели. Я не верю, не верю. Но я надеюсь, что кто-то ещё появится, кроме внука. Ну что, мы зря стараемся, что ли? Подготовка к операции завершена. Правда, остался ещё один момент – зубные протезы Елены. Во время интубации они могут попасть в дыхательные пути, поэтому мы их сейчас снимем, положим в салфеточку. Как скажете, тут вы самые главные. Теперь к операции всё готово. Профессор Блохин со своей командой приступают к масштабной работе. Ну с Богом. Первый этап – пластическая операция лица. Елене делают смаз-лифтинг, глубокую подтяжку лица, верхнюю блефоропластику, подтяжку нависших верхних век и платизмопластику, то есть пластику шеи, благодаря чему Елена избавится от второго подбородка. Воды. Ухо. Работа с лицом завершена. Хирурги приступают ко второму этапу. Начинают редукционную пластику. Редукционная пластика молочных желёз – это операция по уменьшению объёма груди. Для этого иссякается избыточная жировая ткань и кожа. Также во время операции груди придают более эстетичную и естественную форму. Светную сюда. И третий этап массивной операции – абдоминопластика. Абдоминопластика или пластика живота – одна из наиболее популярных пластических операций в мире. Она же до сих пор остаётся наиболее сложной, так как одновременно удаляются излишки кожи и жира и подтягиваются мышцы живота. Тем самым убирается так называемый фартук и уменьшается обхват талии. Мы выполнили всё, что хотели, штатно, без всяких проблем. Открываем глазки. Ой, здравствуйте. Всё у вас в порядке. И тут ваш внук вам передал вот такую... Ага! Ой! Цветочек какой-то, да? Боже, как ты думаешь. Из пластилина, что ли? Я так трогаю. А вот зубы ваши здесь лежат. Можете, когда вы захотите, их одеть. Ну, а сейчас, главное, отдыхайте, приходите в себя. Спасибо! Уже через 4 дня после операции Елена самостоятельно пришла на перевязку и осмотр. Восстановление идёт по плану. Привет! Лен, как ты себя чувствуешь? Чувствую я себя просто замечательно. Даже не ожидала. Встань, покрутись. Я хочу посмотреть на тебя. Ну, что я могу сказать? Это фантастика. Это просто чудеса. Во-первых, я вижу талию. Я вижу грудь. Лен, это из ряда фантастики. Вообще, что сделал Сергей Николаевич? Он поменял полностью твою фигуру. Да. Он сделал какие-то вещи, которые, вот честно, вот до случая с тобой, мне казалось, это невозможно. Где же был Сергей Николаевич 20 лет назад? Здесь. Ну да. А мы об этом не знали. Лена, ты восстанавливайся, набирайся сил. Спасибо. И я действительно очень рада. Через 3 недели, когда все швы и бинты уже сняли, с новым лицом и новым телом, наша героиня отправляется за новыми зубами. Елена очень волнуется, вспоминая реакцию эксперта Олега Конникова на ее сложную ситуацию. У Елены Николаевой интересная ситуация во рту. У нее на двух челюстях 3 съемных протеза. Ситуация самая частая для большинства женщин в России. Отсутствие всех зубов. В первый год под этим съемным протезом происходит огромная атрофия кости. В нашей ситуации, в результате эксплуатации этого протеза, он еще и треснул напополам. Это просто кранты, конечно. Проанализировав ситуацию, доктор Конников принял решение установить Елене безоперационные импланты. Помогать ему в этом будет опытный хирург Модест Силин. Мы выбрали технологию постановки имплантов без разреза, для того, чтобы минимизировать все неприятные ощущения у пациента. А кроме этого, мы еще поднимем нижнюю треть лица и уберем ваши носогубные складочки и вот этот подбородочек. И лицо визуально помолодеет. У меня нет даже слов. До того я счастлива. Наконец-то буду нормальным человеком. Технология постановки имплантов без разреза путем хирургического шаблона является одной из самых инновационных на сегодняшний день в хирургической стоматологии. Так, у нас получается, мы ставим ей 10 имплантов, 6 имплантов наверху, 4 внизу. Да. Установка безоперационных имплантов заняла всего 30 минут. Теперь доктор Конников приступает к их нагрузке заранее подготовленными безметалловыми коронками. Эта работа продолжалась почти 5 часов. Зато вместо съемной челюсти у Елены теперь 32 новых зуба. Вот ваши старые протезы. Я просто хочу, чтобы вы вначале, перед тем, как посмотреть на себя в зеркало, посмотрели на свои протезы. Ой, не хочу. Нет, посмотрите, посмотрите. Ну, посмотрела. Нет, внимательно, внимательно просто посмотрите на них. Вот сколько вы лет с этим ходили? С этими 3 года. А до этого? Еще. Сколько? Еще 5. Вот ведро. Бросайте. Так, ну и вот, посмотрите теперь на себя. Ой, мамочки. Ой, мамочки. Я не верю. Это красиво. А лицо как помолодело. Да, мам. Я не знаю. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Ура. После того, как у Елены появились новые зубы, ее лицо стало выглядеть еще моложе. Что будет дальше? Ведь сегодня наша героиня получит новую порцию красоты у врача-косметолога Надежды Вещепановой. Она пришла от стоматолога в таком уставшем стрессовом состоянии, потому что я так понимаю, что процедура у нее была очень тяжелая. Она, конечно, пришла в ужасе от того, что сейчас опять будет больно и страшно. Поэтому мы ее немножечко расслабили, провели такой антистресс-процедур. Очищение, легкий пилинг положили, маску с коллагеновым листом. Божественно. И будут родевать заново. За счет того, что стоматолог хорошо поработал, у Елены выправилась верхняя губа, то есть они просто приобрели свою форму. Поэтому некоторые процедуры я исключила. В итоге Надежде осталось лишь убрать носогубные складки и мелкие морщинки вокруг рта. С этим отлично справляются филеры на основе гиалуроновой кислоты. Сейчас расслабились. И давайте на вдохе. Вдох. Все. Все. Замечательно. Нормально? Угу. И уколами ботокса Надежда убирает межбровную складку и морщинки вокруг глаз. С новой улыбкой наша героиня идет навстречу со стилистом Катей Гершуни. Елене не терпится пополнить гардероб новыми вещами. Ведь вся старая одежда буквально висит на новой фигуре. Как изменилось! Все и в лучшую сторону. Вот я сейчас осознала, что формы меня поражают больше всего. Это Сергей Николаевич потрудился. Катя, посмотри на зубы Лены. После того, как Олег так шикарно поработал, улыбка, ну просто не сходит с лица. Елена и меня это очень радует. Ура! Ура! Я тебя поздравляю! Я счастлива. А я счастлива за тебя. Тогда сразу мы перейдем к нашим новым комплектам, потому что все это нужно срочно обрамлять. Не терпится. Но у меня есть маленький нюанс. Я надену маску, чтобы ты смогла увидеть свой окончательный образ только перед зеркалом. Первый образ – классика повседневного стиля. Уютный серый кардиган скрывает все, что нужно скрыть в нестандартной фигуре Елены. А зауженные джинсы подчеркивают ее стройные ножки. Удобные кроссовки и рюкзак завершают образ и делают его модным, а главное – моложавым. Ну что, вуаля! О, май, га! Это я? Че себе! Девочка! Девочка-припиночка! Так здорово! Вам нравится? Мне очень! Мне тоже очень нравится, Катя. Стильно, модно, молодежно. Ой, че себе! Здорово! Кать, ну у тебя получилось создать такой спортивный, стильный, модный образ для Лены. Такая бабушка, я уверена, будет очень нравиться твоему любимому. Кто скажет, что я бабушка? Дело в том, что у меня была такая важная цель создать, наконец-таки, такой образ, с которым Лене, не только бабушке, но и Лене, вот той девочке, которая всегда мечтала кататься на велосипеде, чтобы ей было удобно и комфортно воплотить свою мечту в реальность. Ты запомнила! Ну, конечно! И для меня эта история действительно очень отзывается в моем сердце, поскольку я сама только совсем недавно научилась кататься на велике. Супер! Предлагаю приступать к чему-то новому. Да? Готова? Да! Поехали! Второй образ в стиле сафари состоит из однотонных жакета и брюк. Темно-синий цвет Катя Гершуни выбрала не случайно. Он визуально стройнит фигуру даже больше классического черного. Еще сильнее удлиняют силуэт, V-образный вырез декольте и подвернутые брюки-бананы. А вновь приобретенную Еленой талию акцентирует тонкий ремешок. Здорово! Правда, вообще! Совершенно другой образ. Неужели это я? Да! Да! Этот костюм хорошо подойдет для прогулок с внуком? Ну, почему только с внуком? Я же и без внука тоже время провожу. У меня же есть свободное время, мое личное время, пространство мое. Вот именно об этом нам говорил Сергей Николаевич. Когда ты пришла к нам на проект, все вроде как завязывалось на внуке. Но вот еще тогда Сергей Николаевич сказал, что внук – это прикрытие. На самом деле, личную жизнь хочется наладить, Елена. Мы тебя раскусили. Как ты думаешь, какого рода личную жизнь ты можешь себе организовать в подобном образе? Ну, на свидание я пойду. Ура! Хоть как-то мы разговаривали, но... Да, я согласна, что этот комплект идеально подойдет для свидания. И декольте, и подчеркнута талия. И, в общем-то, видны все формы. Прекрасные. Спасибо, Сергей Николаевич. Ну, у меня есть еще третий комплект. Однако, увидеть тебя в нем ты сможешь только после того, когда Евгений Жук, наш бьюти-слис, наконец-таки поработает с твоими волосами. Ой, Евгений, неужели он закрасит мои седые корни? Наконец-то, Катя! А-а-а! Круто! Узывайся! Наступил финальный день проекта. Сегодня последний этап преображения Елены. Осталось изменить прическу и сделать макияж. Займется этим бьюти-стилист Евгений Жук. Вы похудели. Да. Лена стала в два раза меньше. Благодаря стараниям Сергея Николаевича. Да, но я смотрю, седые волосы в два раза длиннее при этом. Лена большая молодец. Посмотри, с какой ответственностью она отнеслась к просьбе ничего не делать со своими волосами до встречи с тобой. Не стрыглась, не красилась, хотя очень хотелось. Ну, волосы отросли, и, Жень, тебе будет проще сделать стрижку на этой длине волос? Стрижку, да. Вот с окрашиванием, конечно, нужно будет постараться. Ну, ничего страшного, и не такие случаи бывают. Но ты же постараешься? Конечно, что остается? Тогда я вас оставляю, и увидимся в финале. Вы рассказывали при нашей первой встрече, что вы все в свое время отдаете внуку. Ну, да. Видите, уже, ну, да. То есть... Да, но как бы не совсем процентов 30. Да, Женя, вот ты прав, между прочим, потому что ты заметил вот это, ну, да. Потому что я не ожидала таких результатов, понимаешь? Потому что после всего, что произошло, у меня просто вообще даже здоровье появилось, понимаешь? У меня перестала болеть спина, я вообще, я бегаю. Поэтому я думаю, что мне не только на внука теперь хватит сил. А на кого еще? Ну, на личную жизнь тоже, конечно. Как-то скромно вы сказали. Я не могу с молодыми людьми обсуждать такие вопросы. А со мной обсуждают, кстати. Да, я понимаю. Уже сколько работают, столько и обсуждают. Столько обсуждают, да. Ну, а вообще мужчины обращают внимание на то, чтобы похудели, похорошели? Меня вообще не узнают. И что говорят? Конечно. Комплименты. Да, да. Да. А вы? Я слушаю комплименты. И все, и никаких действий не предпринимаете? То есть я должна предпринимать действия? Да. Отлично. Слушайте, у меня сейчас такое ощущение, что я вас должен этому научить. Нет, мне кажется, мужчина должен предпринимать какие-то действия. Нет, ну какая-то нужна обратная реакция, наверное. Ну, да, конечно. А вы сказали, я их принимаю, все. Конечно, флиртую. Но не со всеми, конечно. Елена, ну, теперь мне ясна причина основная. Для чего, для кого вы это все делаете? А то при первой встрече вы говорили, что я это делаю для внука, чтобы кататься с ним на велосипеде, чтобы у меня не хватало энергии. Для здоровья, да. А на самом-то деле? Нет, ничего не поменялось. Вы знаете, что для здоровья тоже еще надо? Вы же знаете о чем? Конечно. Вот, тоже для здоровья вроде бы. Конечно. Вот такой вот у нас разговор Залихватский. За шутливой беседой Евгений закончил с прической и приступает к макияжу. Омоложение Елены завершено. Еще совсем немного, и наша героиня сможет увидеть свой новый образ. Елена Николаева, 54 года. Всю жизнь страдала из-за большого размера груди и некрасивого живота. Долгие годы она жила со вставной челюстью. Кроме этого, женщина выглядела старше своих лет. В начале проекта незнакомые люди решили, что Елене около 63. Команда экспертов проекта приложила максимум усилий. Героине сделали пластическую операцию лица, абдоминопластику, уменьшили размер груди, вставили все зубы и поменяли стиль. Какой стала 54-летняя Елена после столь масштабных преображений? Так, последние штрихи. Лен, ты выглядишь просто потрясающе. Эксперты там уже ждут. Да. И мне терпится увидеть тебя. И мне не терпится, честно говоря, что они оценили тебя. Мне тоже не хочется тебя. Пойдем. Пойдем. Друзья, скажите, как вам кажется, на сколько лет Лена выглядит сейчас? Сергей Николаевич. Если бы я встретил на улице эту женщину, я сказал, да, где-то около 45. 43 максимум. Мне кажется, что вам тоже около 43. Просто эмоции захлестывают. Реально, я пытаюсь сейчас вспомнить картинку, которая была перед нами при знакомстве. И это же была абсолютно другая женщина. Не больше 45 лет точно. Ну, я вижу, что ты уже нетерпений и хочешь сама оценить работу наших профессионалов. Вставай перед зеркалом. Была тетечка. Здесь женщина. Такая молодая. Правда, лет 44. Наверное, да. Спасибо вам большое. Сергей Николаевич, я даже и не мечтала о таком, когда шла на проект. Вы даже не знали, что бы он может быть. Даже я даже и не знала, честно. Спасибо вам большое. Олег, посмотрите на мою улыбку. Это все Олег Викторович и его соратник и единомышленник Модест Николаевич. Спасибо вам. Мне кажется, я все время улыбаюсь. Женя, ну, какая я пришла к вам, это было, конечно, что-то. И сейчас просто какая-то молодежная стрижка. Катя, я вообще никогда не носила зеленый цвет. Но это оказалось так красиво. Ну, тебе очень идет. Спасибо вам, мои дорогие. Я надеюсь, что ваш проект будет продолжаться и продолжаться, потому что у нас очень много женщин, которые еще вами не охвачены. Дело в том, что, конечно, охватить его всех не может. Но цель наша – показать женщинам, что в определенный возрастной период и при определенном, так сказать, жизненном опыте все равно можно вернуться, но надо принять какие-то усилия. И иногда колоссальные, как в вашем случае. И мы вот это хотим показать людям, что люди не должны опускать руки. Все равно у них есть шанс взять себя в руки, какие-то произвести действия над собой. И пристроиться, в конце концов. Мне нравится, что мы хотя бы в конце проекта определили истинную цель нашей героини. Я хочу вам пожелать, Елена, чтобы вы начали свою жизнь с нового листа и встретили того самого мужчину. Спасибо, Женечка. Да, Лен, я думаю, что у тебя все получится, потому что выглядишь ты с ног шибательно. И ни один разумный мужчина просто не сможет встать перед такой красоткой. Спасибо. Спасибо вам большое. Друзья, мы с вами прощаемся. А у нас с тобой, Лена, есть еще одно дело. Нам нужно узнать, на какой возраст тебя воспринимают окружающие сейчас. Я не боюсь. Еще бы ты боялась сейчас. Вообще не боюсь. Пойдем. Да, вот и закончили. Закончили, да. Я вас реально поздравляю, потому что результат получился просто крутейший какой-то. Надеюсь, что дальше будет еще лучше. Как вам кажется, сколько лет вон той женщине? Она выглядит на 37. Ну, 41-42. На мой взгляд, где-то порядка 45-48 лет. Ближе к 40. 49. На 45 выглядит. Лет 45. 37. 44-45. 45. Ну, это вот самое-самое максимум. Может быть, даже и моложе. После того, как с 54-летней Еленой поработала команда суперпрофессионалов, ее стали воспринимать в среднем на 44 года. Лен, а сейчас мне хочется услышать мнение того человека, ради которого ты и, в общем-то, начала свое преображение. Да ладно? Ты шел? Да ты что? Я не верю тебе. Как? Как? Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо. Знакомьтесь. Это Костя. Это Константин. Привет, Костя. Это Александр мой. Очень приятно. И моя дочь Нина. Ну, как вам мама? Очень красиво. Теща очень изменилась, конечно. Такая женщина стала шикарная. Будешь с бабушкой ездить на велосипеде кататься? Да. Да? Да? А поцелуйчик мне подаришь? Ура! Лена, мне нравится, что за время нашего проекта ты поменялась не только внешне, но и внутренне. Я вижу, как блестят твои глаза, и у тебя появились новые цели и мечты, о которых ты уже не боишься говорить. Точно. Я желаю счастья вашей большой дружной семье, тебе расти большим и здоровеньким, а тебе вести активный образ жизни. Спасибо. Да, когда женщина понимает, что она красива и ухожена, она и ощущает себя по-другому. Она становится более уверенной, раскрепощенной. Ну, а главное, счастливой. Будьте счастливы и вы. Берегите свою красоту. Увидимся ровно через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова